Привет всем! Сегодня у нас необычный выпуск. Друзья, сегодня для начала мы предлагаем вам всем посмотреть видео-опрос. Внимание на экран! Что вы сделаете, если знаете, что ваш близкий ВИЧ инфицирован? Не знаю. Просите его? Нет. Не знаю. А вы не побоитесь заразиться? Нет. Если мой близкий человек болеет, я не побоюсь, я буду помогать. А как наше общество относится к таким людям? Ну, все по-разному. Как бы в такой ситуации я не знаю, что делать, но по-любому подержу. Вернетесь от него? Здравствуйте! Извините, пожалуйста. Вот посмотрите сюда. Что вы сделаете, если узнаете, что ваш близкий ВИЧ инфицирован? Ну, смотря на сколько сильно любишь человека. Если любишь, останетесь, да? И разделите все беды? Да, конечно. Я постараюсь ему чем-нибудь помочь. Не бросить его? Нет, конечно, не брошу. А не побоитесь заразиться? Нет. Ну, я как бы знаю СПИДИ. У нас сегодня профилактика там была, нам рассказывали. Ну, они же передаются не воздушно-капельным путем, так что не опасно, я думаю. То есть, если вы знаете, что рядом с вами учится или работает больной человек, вы ничего предпринимать не будете? Ну, не буду. А что? Это не страшно. Не страшно, но я буду предупреждать своих близких. Я не сталкиваться с этим, не знаю, не думал об этом. Вообще есть пирантия, что вы не заболеете, например? Никто не знает, что он был. А как избежать? Ну, вообще просто вести правильный образ жизни. СПИД – это вирус, опасный вирус, который убивает людей. А как можно избежать его? Не знаю. Не знаете? А он опасен, да? Он очень опасен, да? Да. Да, как я, рак. Ваш ребенок ходит в детский сад, да, и в группе есть такой больной ребенок. Можете вводить туда своего ребенка? Нет, наверное, нет. Ребенка нет. Наши общества вообще как относятся к ВИЧ-интифицированным? На самом деле люди не готовы к этому. Наше общество не готово. А что надо сделать? Ну, больше пропагандировать о том, что это не смертельно, и это нужно решать всем обществом. Это проблема не одного человека, это проблема всего нашего общества. Как вы поняли из опроса, сегодня мы будем говорить о СПИДе. Если раньше думали, что нас это не коснется, то сейчас ситуация заметно изменилась. Вы видели цифры, предоставленные центром СПИД. Это всего, это еще вершина айсберга, но реальная картина может быть серьезнее. Именно потому мы предлагаем осмыслить затронутые темы и разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто считает, что ситуация является не столь плачевной. Пессимисты – это те, кто имеет сомнения. И при этом каждый из сторон обязан отстаивать свою точку зрения и пытаться убить противника в своей правоте. Каждый участник в конце программы может поменять свою точку зрения и перейти в другую зону. Сейчас я прошу вас определиться и занять место в выбранном месте. Оптимисты у нас займут позицию справа от нас, а пессимисты слева. Делимся. Итак, друзья, поясните, почему вы оказались в той или иной группе. Давайте начнем с оптимистов. Я являюсь студенткой пятого курса медицинского института. И я пришла в сторону оптимистов, потому что мы, как работники медицины, всегда морально и физически поддерживать ВИЧ-инфицированных. Я так думаю. Хорошо. Пессимисты. Моё сомнение в том, что эта болезнь захватила большинство людей. То есть им болеет большинство людей из-за того, что они используют презервативы. Это самое важное. И им умерло 38 миллионов людей. Оптимисты. Я выбрала в сторону оптимистов, так как считаю, что ВИЧ-положительные люди ничем не отличаются от ВИЧ-отрицательных людей. На них лежит просто больше ответственности за своё здоровье и за здоровье своих близких. Если они будут придерживаться всех рекомендаций, они могут вести ту же жизнь, что и ВИЧ-отрицательные люди. Мы со своей стороны должны просто поддержать их, не отворачиваться, быть толерантны. Пессимисты. Я выбрал в сторону пессимистов, потому что это довольно серьёзная болезнь, и с ней всё-таки стоит быть поосторожнее. Итак, знакомимся. Ольга. Она ВИЧ-инфицирована. К сожалению, отношение общества к таким больным неоднозначно. Поэтому мы предприняли меры предосторожности. Это маска и балахон. И всё это, чтобы оградить Ольгу от чрезмерного любопытства. Итак, давайте сначала послушаем историю Ольги. Расскажите, как это произошло? Я вышла замуж за ВИЧ-положительного мужчину. Ну и мы создали семью, соответственно, родили ребёнка. У ребёнка ВИЧ-отрицательный статус. Вот. Сначала я была контактной. Ну, кто знает, студенты-медики, да, здесь присутствуют у нас в зале. То есть это при наличии мужа ВИЧ-положительного статуса, у меня статус был ВИЧ-отрицательным. Ну, по прошествии нескольких лет, периодически мы сдаём анализы на ВИЧ-инфекцию. То есть ВИЧ-статус у меня оказался положительным. Я правильно понял, что ваш выбор был осознанным? Да. Вы тогда были слишком молоды и не совсем понимали, на что вы идёте? Нет, я, конечно же, не была слишком молода. То есть мы вступили в брак несколько лет назад. Соответственно, у нас на данный момент маленький ребёнок. Люди мы взрослые, уже состоявшиеся и как личность, и в профессиональном плане. То есть здесь решение, конечно, не было спонтанным каким-то там по молодости лет, да, так называемым. Но как это у меня не укладывается в голове? Вы не жалели потом? Ведь любовь проходит. Вы знаете, здесь дело немножко отношения к этому заболеванию немножко отличается от обычного обывателя. В том плане, что мы являемся людьми верующими, православными, да. У нас другое отношение к этому, прежде чем вступить в какие-то отношения. То есть я знала уже, что человек ВИЧ положительный. Он на тот момент, он мне там, ну, ещё не был настолько близок, понимаете? Ранее вы сказали, что у вас есть дети. А ваши дети знают о вашей болезни? Ну, старший ребёнок не знает, как бы он совершеннолетний, уже проживает он отдельно. Мы его не ставили в курс, но младший, естественно, не знает, ну, ещё не осознаёт, так как он маленький. Так, а как к этому отнеслись ваши близкие родственники? Ну, вы знаете, как бы достаточно спокойно, я бы сказала. То есть, ну, толерантность, она присутствует, но опять же, это связано, скорее всего, с тем, что мы всё-таки близкие, да, люди. Близкие родные люди, связанные там узами родства. А как к этому относятся ваши коллеги? Коллеги не знают об этом. По той простой причине, что большинство, это вот моё мнение, как бы субъективное, большинство у нас всё-таки не представляет, что это за заболевание. И всё-таки, зная, да, что рядом ВИЧ-инфицированный человек, ну, может быть, он не будет, конечно, относиться негативно, но будет держаться на расстоянии. Понимаете? И для того, чтобы какие-то у нас профессиональные связи не нарушились, ну, мы, естественно, об этом не сообщаем ни супруг, ни я. Что помогает вам не впасть в уныние, сохранять оптимизм? Вера в Бога. Вера в Бога, то есть, единственное, да, что, ну, это опять же моё субъективное мнение, единственное, что может в такой ситуации, да, поддержать, как бы, человека, не дать ему сломаться. То есть, вы представляете, да, вот, ну, в моей ситуации, как бы, это нечасто встретишь, я так думаю, что человек осознанно идёт на такой шаг, но большинство уже всё-таки не готовы, не готовы к такому диагнозу услышать о том, что они ВИЧ-положительные. Я там лично знал человека, который, молодого парня, который узнал, что у него ВИЧ-положительный статус, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. То есть, такое тоже бывает, вот, для того, чтобы пережить, осознать, да, и принять. Самое главное – это принятие своего нового статуса и, соответственно, перестройка бытовая какая-то, ну, какой-то своей жизни под это заболевание, потому что всё равно, ну, существуют небольшие ограничения, там, в плане быта, да, в плане, там, каких-то привычек и так далее. Вот, ну, и нам, конечно же, помогает вера. Что я могу посоветовать людям, допустим, те, которые знают о своём ВИЧ-статусе, они находятся, ну, как правило, продолжительное время одни, они боятся кому-то сказать об этом, с кем-то поделиться и переживают в одиночку, понимаете. Прийти просто, прийти, ну, в храм, помолиться там для начала, найти, понимаете, найти в себе какие-то силы, ну, пережить и принять вот это вот заболевание. Я так думаю, что, ну, вера всё-таки помогает. А каким образом вы поддержите своё здоровье? Ну, супруг у меня принимает противовирусную терапию, естественно, то есть это постоянный приём лекарств, утром, вечером, через 12 часов строго в определённое время, а пропускать и забывать нельзя этого делать. Ну, я в силу того, что недавно у меня этот статус появился, ну, ещё не принимаю никаких лекарств. А насколько это дорого, вот это вот лечение обходится? Спонсируются, естественно, все эти мероприятия у нас федеральным бюджетом, то есть люди ВИЧ-инфицированные, соответственно, сразу встают на учёт в Центр СПИД. Ничего платить самостоятельно не нужно. Перед вами те, кто сегодня попытается узнать вас поближе. Справа от вас расположились оптимисты, слева – пессимисты. Задавайте Ольге свои вопросы. Ответьте, пожалуйста, что вас заставило сегодня прийти сюда? Моя миссия, да, вот как я её вижу и понимаю, в первую очередь, это программа для тех людей, кто уже столкнулся с этим заболеванием. Либо, не дай бог, вы все молодые люди, у вас впереди вся жизнь. Не дай бог, кто-нибудь из вас столкнётся с этим заболеванием лично, либо это будут какие-то знакомые и близкие люди. Мне хочется донести до вас тот момент, что жизнь на этом не заканчивается, понимаете? То есть нужно принять и адекватно воспринять свой ВИЧ-статус и дальше продолжать жить. Вы сказали, что не сообщили о своём ВИЧ-положительном статусе своим детям. Почему вы пришли к такому решению? Старший ребёнок, как я уже говорила, у нас совершеннолетний, чтобы сберечь его нервы, его просто мир на сердце, так можно сказать, только из-за этого. Как общество относится к ВИЧ-инфицированным и чекотит ли это вас? Люди все разные, да, но я так думаю, что в основной своей массе всё-таки недостаточно толерантные. То есть в лучшем случае это люди стараются держаться на каком-то расстоянии, понимаете? Хотя мы, ну в силу того, что не очень много людей знает о нашем ВИЧ-статусе, ну никакой-то там дискриминации мы не подвергались. Но разговариваем, естественно, мы общаемся с большим же количеством людей, пациентов. То есть порой, как говорится, вот это вот отношение приходит, ну оттуда, от тех людей, кто, в принципе, в первую очередь должен был поддержать, то есть это медики. То есть даже не совсем адекватно и человечно, да, воспринимают вот эти вот моменты люди. Чем есть-то ваши вопросы? Что самое сложное в жизни с ВИЧ? Это немножко там бытовые вот эти вот моменты, да, для того, чтобы оградить маленького ребёнка. Он в силу возраста своего, ну, соответственно, лазит везде, да, и ещё не всё понимает. И единственное, что вот мы убираем все там колющие, режущие предметы, такие как бритвы, ножницы там и так далее. Всё, что, чем может пораниться, как бы, человек, ну и, естественно, ограничение, знаете, вот забыла про него сказать, это нельзя держать домашних животных. То есть это нам посоветовала педиатр с центра СПИД, то есть она периодически ездит там на повышение, в Санкт-Петербург летает. И она рассказывала о том, что вот в Санкт-Петербурге был такой случай, что ребёнок заразился от ВИЧ положительной мамы из-за того, что у них была кошка. Кошка в доме, она периодически царапала, ну, маму и ребёнка, и вот в один из моментов, к сожалению, вот произошло заражение. Что говорят врачи на продолжительность жизни с таким диагнозом? Я лично знакома с людьми, которые имеют это заболевание более 20 лет. То есть и плюс сопутствующие заболевания. Помимо того, что есть это заболевание, очень часто возникают, ну, так называемые коинфекции, да, это, там, у кого-то туберкулёз, у кого-то, там, пневмония, у кого-то гепатиты, там, и так далее. То есть эти люди имеют ещё помимо ВИЧ-инфекции серьёзные заболевания, сопровождающие вот это заболевание в виде гепатита С и туберкулёза. И живут они больше 20 лет, и, как говорится, на тот свет не собираются. Всё сугубо индивидуально, так же, как и у здоровых людей. Как сказать, эти рамки мы ставим сами себе? Конечно. Сейчас обращаюсь к нашей аудитории. Ребята, давайте обсудим историю Ольги. Ваше мнение. Пошли ли бы вы на такую жертву ради любимого человека? Если бы я была, как Ольга, в сознательном уже взрослом возрасте и состоявшимся человеком, у меня была работа, если бы я встретила человека, которого я бы очень сильно полюбила, то я обязательно пошла бы на такой шаг. Потому что лучше бы я прожила хотя бы частично счастливую, полноценную жизнь со своим любимым человеком, чем жалела бы об этом потом всю оставшуюся жизнь. Я, если бы узнала вот сейчас, типа, человек, который мне нравится, он бы рассказал о том, что у него ВИЧ положительный, то я бы не решилась на тот шаг, что пойти с ним в дальнейшем на отношения. Почему? Конечно. Как сказать, я боюсь, ну, заразиться, и как бы будущее, дети, вдруг они тоже заразятся. Ну, ведь Ольга же сейчас, в принципе, рассказала то, что, получив она ВИЧ положительный статус, в принципе, жизнь её не поменялась. Совершенно не поменялась. Она также работает, также общается с друзьями, с родственниками. Как сказать, я не хочу ставить на себе рамки и от общества скрывать, я открытый человек, и не хочу скрывать о том, что я ВИЧ положительный. Я хочу обратиться к этой девушке. Мы все понимаем, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно не только половым путём, но и через бытовые предметы. Это, например, когда мы пойдём в парикмахерскую или в маникюр, вот там мы тоже можем заразиться. Поэтому карательные меры, они ни к чему хорошему не приведут. Я бы обязательно пошёл на такой шаг. Ведь, как сказала Ольга, люди не делятся на ВИЧ положительных и ВИЧ отрицательных. ВИЧ положительные люди могут спокойно жить среди нас, и мы этого даже не понимаем. И смысл делить людей на плюсы и минусы в плане ВИЧ. Спасибо. Пессимисты? Я начну с того, что я выбрал сторону пессимистов, потому что думал, что именно принятие того факта, что ВИЧ положительный, очень тяжело для вашей личности. И потом объяснение это обществу, семье, родным и всё такое, это довольно тяжело. Но когда я послушал историю Ольги, я понял, что это не так. И если вы мне дадите шанс изменить моё мнение, я изменю его. Я думаю, что я бы не пошла вот такое, а моё здоровье для меня превыше всего. Но тем не менее вы заняли позицию оптимиста. Да. 95% заболевает через половой акт, а 1% именно через медицину. Так что очень маловероятно, что можно заболеть в парикмахерской, как нам сказали, в больнице. Я бы не пошла бы на такое, потому что это хроническая болезнь, она остаётся на всю жизнь. Нельзя делить болезни на какие-то определённые категории. Ну, можно делить их на опасные, особо опасные. Но эта классификация, как бы она остаётся всё равно в книжках, в нормативных правовых каких-то актах. Но как человеческий фактор, который всегда существует, нельзя делать вид, что эти люди хорошие, а эти люди плохие, потому что они заразные. Мы должны быть гуманны к этим людям, потому что все заболевания, в принципе, с ними можно справиться. Я считаю, что ВИЧ-положительные люди, люди, страдающие уже тяжёлой формой, спидом, они тоже прекрасно могут адаптироваться и жить среди нас, как все обычные больные, другими заболеваниями. Я не согласен с данным мнением, так как, во-первых, мы не делили ВИЧ-инфицирован на хороших и плохих людей. Мы практически так же относимся к этому заболеванию, как и вы, но немного с другого ракурса. Мы утверждали изначально то, что мы бы не пошли на тот факт, что имели бы какие-то определённые связи с ВИЧ-инфицированным человеком. Вы также, вступая, получается, в связь, в брак с людьми, с другими хроническими заболеваниями, вы подвергаете своё будущее поколение на эти же заболевания. То есть какая разница, чем человек болеет, если вы любите его? Ну, мы не хотим распространять эту болезнь. Давайте все будем болеть ВИЧ-проект. Тогда болезнь, да, если мы так любим этого человека, каждый третий будет иметь эту болезнь. То есть как, зачем? Пусть человек будет здоровым и не имеет никакой болезни. Мы не призываем всем заражаться ВИЧ-инфекцией. Мы призываем к тому, чтобы мы знали об этой инфекции, о том, чтобы люди не боялись её, чтобы они боролись с ней, лечились, принимали терапию. Потому что если люди будут хорошо осведомлены, будут хорошо знать эту болезнь, будут постоянно принимать лечение, профилактические меры, то они вполне могут войти в нашу социальную жизнь. И супруги не обязаны заражаться этой инфекцией. То есть есть много пар, в которых один супруг ВИЧ-положительный, а второй супруг ВИЧ-отрицательный. То есть чем больше у нас будет знаний по этому заболеванию, тем лучше мы будем им управлять, а не ВИЧ будет управлять нами. Пессимистам нечего сказать. Тогда перейдём к следующей истории. Она поучительна. Её рассказал нам по телефону Александр. Расскажите свою историю. Расскажите свою историю. Расскажите свою историю. Значит, самое трудное для вас это отношение к обществу, да? В будущем планируете еще семью завести? И вообще какие планы у вас? Что бы вы хотели сказать молодой аудитории? Мы послушали рассказ Александра. Он сожалеет о том, что вел разгульный образ жизни, ведь это привело к такому печальному результату. И, ребята, давайте обсудим услышанное. Какое у вас вообще мнение сложилось? История этого человека очень поучительна для нас в том плане, что мы должны сами задумываться прежде, чем начинать общение и более тесное общение, скажем так. Во-первых, всегда задумайтесь о контрацепции. Это очень важный момент, о котором не всегда рассказывают подросткам, школьникам и так далее. И именно вот этот случай, случившийся с этим молодым человеком, наглядно показывает, что не подумав, нужно потом очень плохим последствиям прийти. Ну, то есть вы считаете, что намного лучше учиться на чужих ошибках? Да, конечно. Ну, мало кто захочет, мне кажется, повторить его историю. Потому что мы сейчас посмотрели и задумываясь потом. Вообще, мне кажется, что начиная отношения с человеком, нужно, переходя к таким, скажем так, интимным вопросам, взять справку. Ну, в этом нет ничего такого плохого, нет ничего смешного. Это просто потом защитит вас от каких-то проблем в будущем. А реально ли проверять своего партнера на наличие... Болезни. ВИЧ-инфекции. А примисты? Современное общество до такой степени уже умеет адаптироваться ко всему, поэтому я считаю, что да, в принципе, можно. Только вопрос в том, как это подать, сказать, дорогой, дорогая, можно задать тебе такой вопрос, да, давно ли ты был в определенных местах, где проверяют на определенные заболевания, да, и корректно на эту тему поговорить. То есть, если с человеком у вас сложились уважительные отношения, то, в принципе, никаких проблем по этому поводу не должно быть. Ну, это в том плане, если вы рассчитываете на долгосрочные отношения, на серьезные. Я сильно сомневаюсь, что кто-либо из вас хотя бы раз спрашивал своего партнера, болеешь ли ты ВИЧ-инфекциями, или брал ли ты справки у него. Есть здесь такие люди? Я в этом сомневаюсь. Я не просто так это сказала, я состою в прочных отношениях, и, извините меня, после знакомства с молодым человеком и длительного общения продолжалось оно достаточно долго, да. И мы пришли к такому мнению, что нам нужно сходить вдвоем в поликлинику, обследоваться полностью. И до сих пор мы, получается, не в браке, но отношения у нас вполне серьезные, и вы зря в этом сомневаетесь, в том, что кто-то мог такое сделать, и попросить своего партнера сходить и пройти некоторые обследования. И с таким подходом нам всем нужно жить. В пессимисты в таком случае, если вы говорите, что не каждый сможет попросить своего партнера сходить в больницу, то как вы считаете, как обезопасить себя? Каждый половой акт, когда мы совершаем, надо пользоваться презервативами, чтобы обезопасить себя. Именно таким путем можно не заболеть спидом. А презервативы, они дают стопроцентную гарантию? Это, в принципе, то же самое, что говорит то, что контрацептивы помогут от беременности. Это, в принципе, одно и то же. Я знаю, что презервативы не дают стопроцентную гарантию. Я надеюсь, что для профилактики нужно лишь с проверенным партнером иметь связь для безопасности. Ольга, как считаете вы во второй истории, это было преднамеренное заражение, ведь Александра заразили? Вы знаете, здесь сложно, конечно, сказать о том, что это было целенаправленно и преднамеренно, так как существует период окна в течение шести месяцев, никаким анализом оно может не выявляться. Думайте, задумывайтесь, конечно же, о том, с кем вы строите какие-то отношения. И ничего нет зазорного в том, конечно же, чтобы попросить какую-то справку. Не забывайте о том, что ВИЧ в нашей стране уже приобрела статус пандемия. Но медики знают, что такое пандемия. То есть это не эпидемия, это эпидемия, умноженная в энное количество раз. Существует ли уголовное наказание за преднамеренное заражение? Конечно же, если заражение преднамеренное, то есть вы должны знать о том, что такие деяния у нас караются уголовным кодексом. Срок лишения, это максимально то, что можно получить по данному виду преступления, это лишение свободы до пяти лет. Помните об этом. Хочу сказать вам, знаете, о чем? Есть такие знакомые, но опять же в силу того, что мы общаемся со многими ВИЧ-положительными людьми. Те, у которых, знаете, какое отношение. Но я заразился. Ну и пусть будет больше таких людей, понимаете? Они, ну я не скажу, конечно, что они пойдут там целенаправленно заражать других людей, но ничего они не предпримут, если так сложатся обстоятельства в их жизни, для того, чтобы вас уведомить или как-то обезопасить своего партнера при половом акте. Но они не будут этого делать. Вы имеете в виду, что такие люди тоже есть. А помимо уголовной ответственности вообще существуют ли какие-нибудь другие рычаги влияния на ВИЧ-инфицированных? Ну, вы знаете, здесь ответственность, если не пугает их статьи Уголовного кодекса, только морально-этические, опять же, нормы каждого человека. Это, опять же, человеческое воспитание. Как вы считаете, государство наше, российское, хорошо ли работает в этом направлении? Давайте сейчас начнем с оптимистов, опять же. Можно, да? Я считаю, что государство наше вполне хорошо решает этот вопрос, так как, например, в этом году уже два раза были такие выездные бригады, которые проводили анализ на статус вот этого ВИЧ, и это было вполне всем доступно, любой желающий мог прийти и сдать этот анализ. По-моему, проводят они на площади Орджоникидзе периодически. Думаю, этих мер вполне достаточно. А Ольга, вы как считаете? Могу сказать, вы знаете, следующий момент, то есть во многие страны ограничено не то, что въезд, а получение даже вида на жительство людям с ВИЧ-статусом. Запрещая въезд ВИЧ-положительным людям из стран ближнего зарубежья, ну, эту проблему, к сожалению, государство наше не решит, потому что внутри государства очень большой процент заболевших людей. Например, в городе Екатеринбурге ВИЧ-положительный статус у каждого 50-го человека. Вы просто представьте, ну, вот у вас здесь сколько человек? Каждый 50-й имеет ВИЧ-положительный статус. Ну, там, как бы, вот этот рост и скачок из-за того, что очень сильно распространена наркомания, да, и большинство людей с таким диагнозом, к сожалению, наркозависимые, но тем не менее. Я хочу сказать, что недавно я тоже этим вопросом интересовалась, о том, как все это работает у нас в стране. И, если я не ошибаюсь, то закон о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, он существует с 95-го года, и какие-то поправки в него вносятся до сих пор. А в свою очередь Всемирная организация здравоохранения, она на данный момент говорит о том, что к 2030 году эта инфекция будет полностью контролируема. И я очень надеюсь, что наука и медицина в том числе никогда в этом плане не остановятся и не будут стоять на месте. Всемисты. Я считаю, что несмотря на то, что государство даже и принимает некоторые меры, там, создает различные социальные рекламы, проводит акции, этот вопрос зависит уже конкретно от людей. То есть, хотят ли они воспринимать это все. Если человек не хочет воспринимать все эти мероприятия, созданные государством, то он только сам себе может помочь в этом случае. Касательно того, что может сделать государство, оно не делает, как по мне, половины того, что могло бы. Ведь банальных уроков полового воспитания все еще у нас в школах нет. Обязательных. Проводится один раз в пятилетку у какого-нибудь определенного класса лекция и с представителями какого-то вуза. И то это не помогает. Я с тобой не буду не солидарен. Такие мероприятия проводятся не раз в пять лет. И ни на какой-то определенный класс они берут. Потому что, судя по даже моим действиям, меня, скажем так, мое учебное заведение обязует ходить несколько раз за полгода в те или иные заведения, колледжи, университеты, школы и объяснять людям, что такое ВИЧ и СПИД. Я считаю, что у нас государство пытается брать количеством, а не качеством. Нужно не просто проводить эти мероприятия и просто что-то рассказывать. На мой взгляд, нужно такой более, скажем так, жесткий подход, например, с проблемами, ну немного влечем с проблемами наркоманиями, сводить детей, просто класс, наркодиспансер, показать изнанку. То есть нам просто, как правило, говорят и показывают пару-тройку картинок. А показать, как люди, скажем так, заживо умирают. И с ВИЧ-инфицированными нужно проделать работу в том плане, что нужно показывать. Например, ВИЧ-инфицированные люди, они более восприимчивы к туберкулезу. Расскажите, что если вы не будете внимательны к этому, то может произойти такое. То есть нужно больше внимания и брать именно к качествам. Чаще всего у нас преподносится данное заболевание именно так, что им заболевают в основном люди, которые ведут разгульный образ жизни, или если они, допустим, наркоманы. Поэтому люди, когда им, школьники или студенты, когда слушают подобные лекции, они думают, я не наркоман, я не веду такой образ жизни, значит, меня это не касается, и я не буду слушать эту информацию. То есть первоначально нужно изменить вот это отношение к людям. То есть не только наркоманы и не только люди, которые занимаются подобным образом жизни. То есть это может произойти с каждым, и надо это понимать. Если люди это будут понимать, они будут заинтересованы в этом. А сейчас наступил момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение к данной проблеме после разговора с Ольгой? Если да, то можете поменять свою группу. Переходим. Объясните, пожалуйста, в какой момент и почему поменялось ваше мнение? Я выбирал сторону пессимистов, потому что считал, что с точки зрения именно человека, заразившегося, это очень сложно принять. Но именно история Ольги убедила меня в том, что это не так, и очень, ну, нелегко, но возможно это побороть. Я тоже после истории Ольги очень, мое мнение изменилось в лучшую сторону. Теперь я думаю, что ВИЧ-инфекция тоже можно принять как легкость душой. Пессимисты. Почему вы остались при своем мнении? Если рассматривать случай Ольги, то она была уже готова изначально. А в основном, скорее всего, это серьезная проблема, и ее нужно, так сказать, всегда быть на готове. Это именно случай Ольги, а в большинство случаев это не так уж, как в обычной жизни люди страдают от этой болезни и даже умирают. Итак, Ольга, кто из наших участников, по вашему мнению, наиболее достоин звания лучшего участника? Лучшего участника я считаю, что девушка у нас в цветастом платье. Представьте, как тебя зовут и где ты учишься. Меня зовут Савина Любовь, я учусь в ординатуре по кардиологии первый год в ЗФУ. Итак, лучшего участника мы приглашаем на финальную встречу перед Новым годом, где соберутся все лучшие участники. Это была программа «Я молодой». До скорой встречи, пока! Всем здорового образа жизни! Порадовало то, что здесь были просто молодые люди, девушки и парни, парни, которые вполне адекватно относятся к этому заболеванию. И они, по крайней мере, видят, где почерпнуть эту информацию. И как вообще, если вдруг такое произойдет, это же видно, для человека не будет это каким-то рубиконом, что жизнь у него сломается, и он все, как говорится, уйдет в небытие. Ну и опять же, люди, те, которые у нас были в лагере пессимистов, они вполне имеют право на свое мнение. Это их решение, это их жизни, ну и будущие дети. То есть, ну, здесь тоже нужно уважать эту точку зрения и относиться к ней точно так же, как и к людям, которые абсолютно лояльны к этому заболеванию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова